Ну а тем, кто присоединился к нам, доброе утро. В нашей студии очередной гость это Павел Муякин, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации Республики Татарстан, тренер сборной команды России по прыжкам в воду, главный тренер сборной команды Республики Татарстан по прыжкам в воду. Доброе утро, Павел Борисович. Доброе утро. Вот красной нитью у нас проходят дети, тема воспитания детей. Давайте поговорим о разрезе спорта. В каком возрасте нужно отводить ребенка в бассейн, если мы хотим, чтобы он стал, например, спортсменом в области прыжков в воду? Ну, чем раньше, тем лучше, конечно. Вот, но у нас мы практикуем, есть у нас занятие, так называемый лягушатник, там дети у нас трех лет, может даже чуть моложе. Вот, ну а так, спортивно-здоровительная группа, и что касается именно прыжков в воду, спортивно-здоровительную группу мы принимаем, ну, средние это 4-4,5 года. Ну хорошо, тогда крайний возраст, скажем так, максимальный. Ну, если лягушатник, ну, наверное, года три, а там уже, где проводятся основные занятия, это в большой ванне, это, ну, 4-4,5 года. Большая ванна это называется? Ну, я так называю. Профессиональный сыр. Профессиональный сыр, да. Хорошо, тогда давайте поговорим, ну, о более, так скажем, профессиональных занятиях, да. Вот какими физическими данными должен обладать ребенок, чтобы вы уже увидели, да, вот действительно из него получится? Хороший прыгун. Да, хороший прыгун, профессиональный, скажем так. Ну, как правило, те дети, которые приходят к нам в спортивно-здоровительную группу, мы всех берем. Это понятно. Да. А вот как дальше отбор идет? Что касается, у нас есть определенные тестовые упражнения, чтобы посмотреть силу, там, скорость, какие-то координационные способности проверить. То есть это, они небольшие, они сложные, но если ребеночек, допустим, там, немножко с лишним весом, то он эти упражнения не сделает. Но, тем не менее, мы никому не отказываемся, но что касается уже дальше, именно чисто профессионального спорта, это уже детская спортивная школа у нас, акватика, там прием идет детей с 7 лет, но уже дети туда приходят подготовленные. Подготовленные. Да, со спортивно-здоровительной группой. Ну, вот я думаю, подготовка может быть и в том плане, что кто-то из детей, может быть, занимается гимнастикой, потому что прыжки в воду и гимнастика, вот, ну, похоже в чем-то. Не только гимнастика, это и акробатика, и прыжки на воду. Да, вот приходят из других видов. Ну, мы это практикуем, конечно, вот, но когда-то это оправдано, когда-то нет. Да, теперь поговорим про профессионалов уже взрослых. С 4 по 6 мая в Казанском дворце водных видов спорта состоится четвертый этап мировой серии «Фина» по прыжкам в воду. Из каких стран приедут спортсмены? Канада, Япония, Китай, Россия, возможно, Франция, потому что эти соревнования, они такие именные, они, состав спортсмена, участвующих в этих соревнованиях определяется по итогам прошлогодних выступлений на чемпионате мира. Да, на олимпийских играх. То есть такая лига лучших, лига чемпионов своего рода. Да, вот кого в качестве соперников можете выделить, вот с кем придется так нос в нос, как говорится, ноздря в ноздрю. Элита же, элита. Там все соперники, конечно, китайские спортсмены отличаются особым, так сказать, статусом в прыжках в воду, но тем не менее они проигрывают тоже. Казанский этап, он будет первым, последним? Он предпоследний, а, я извиняюсь, да, сначала Канада, у нас последний, да. То есть мы в Казани, получается, мы узнаем лучших из лучших? Ну, вы знаете, это соревнования, они каждый этап определяют своего победителя. По итогам, не на последнем это все делается, это делается в конце года, и определенный рейтинг там они делают у себя в финном. 4, 5, 6 мая, три дня целых. Что будет происходить в эти три дня? Какая программа соревнований? Программа соревнований включает в себя прыжки с трамплина трехметрового у мужчин и женщин, включаются также с этих снарядов синхронные прыжки между мужчинами и женщинами. Это прыжки с 10-метровой вышки, мужчин и женщин, плюс синхронные прыжки. И с позапрошлого года у нас есть такие соревнования, как микс, это смешанные пары, которые прыгают и с 10-метровой вышки, и с трамплина трехметрового. В общем, будет на что посмотреть. Да, конечно. Ну что, спасибо большое, желаем удачи нашим спортсменам прежде всего, и желаем удачи зрителям, потому что самое главное, это ведь отличное шоу. Надеемся, что оно состоится.